Глава 20.30 Правитель сказал, какое же зло сделал он. Но они еще в семье кричали, да будет распыль. И это римское право. И оно ничего не могло сделать. Фанатизм противников Христа был настолько сильный, что Пилат должен был им уступить. Если бы Пилат был исполнителем точных закона римского, то они бы ничего с ним не сделали. А мы за ним числились грехи свои, и греи могли на него нажаваться императору, и его убрали бы. Поэтому он подумал, легче отдать Христа на распятие, нежели лишиться своей должности или головы. Поэтому вывод-то один. Готовы ли мы к смерти? Речь шла о смерти Христа, а на самом деле здесь и о смерти Пилата решила. Предание сохранило такую мысль, что Пилат был казнен. За другое найдено было, в правильности. Иные говорят, просто в ссылку был. Есть вариант такой, что после смерти видят его в аду, и он моет руки, они в крови, и нечистые. Постоянно он слышит только одно, что я чист и нечист. Это предание. Но предание в себя иногда включает подлинный смысл того, что было. Первая книга Старш 14.44. Я хотел посмотреть о смерти, как к смерти готовится. Да будет предан смерти. Стоит ли бояться смерти? Потому что перед смертью и герои пасуют. И сказал Саул, ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть. Это отец говорит сыну. Сыну, который в этот день одержал блистательную победу над перестемлянами. Съел мед у него. Отец заклял не есть, а он даже и не знал, что в Старе не было. Нашел в лесу мед и поел, и отец его приговорил к смерти. Ну, какой же это хозяин? Вот очень часто такое встречается в делах торговых. Вот про этого самого епископа Щукотского, Аннадырского, Диамиды. Он многое не знает, но он выступил правильно. Так дальше не должно быть. Он говорил там и об ННН, и о том, что со всеми религиями спутались вместе. Его нельзя было никак трогать. Ему нельзя было прикасаться. Он никого от веры не отводил, ничего. Но с этим что-то будет. Каким-то образом его голос, брошенный в народ, где-то должен найти отклик. Почему о нем один священник сказал? Его имя, Диамид, очень сходно со словом динамит. Но сколько там грамм или тон, мы этого не знаем. Если бы прямо по Евангелию он выступил, может быть, по крепшей молитве найдется еще один какой-то Диамид, который покажет, что веру православную сегодня православные не знают. Вера православная заключается в почтении к Святой Троице, в знании Священного Писания, в благовестии, в готовности умереть за Слово Божие. Ничего этого нет. Что бы мы ни взяли евангельское, как будто никогда в руки Евангелие не брали. Вызов брошен. А может быть, его Бог так возлюбил, что и сняли с него сан, чтобы не быть ответственным. Когда человек арестован или отстранен от должности, он теперь не отвечает за то, что делается. Это Бог по любви своей так делает. Первое царство. 22.16. И сказал царь, ты должен умереть, Ахимилех, ты и весь дом отца твоего. Это тоже самый Саул. Давид бежал, в город Ному пришел. Все знают, что это зять царский, выполняют его поручения. Он так и сказал, я выполняю царское поручение. Он его приютил, накормил, отпустил. 80 смещений. Какой царь призвал, как вы на их стороне? Да мы знать ничего не знали. Все должны умереть, и всех убил. Весь город Горезон. Всех священников он убил. Отношение к смерти у царя Саула было страшное. И такую страшную смерть Бог дал ему. Он самоубийца. И в Израиле на целое тысячелетие имя Саула исчезает. Нигде не называют. Иногда люди говорят, на подражание героя это должно быть. Да, это был хороший царь, Бог его избрал. Но он свернулся с прямого пути. Он пошел не тем путем. У нас вот есть фразы такие, что ты отверг меня, говорит Господь, и я отверну от тебя царство твоего. Это речь шла о Сауле. Он все делал самовластно. Что сдумал, то и делал. Жертву приносить. Принесу жертвы. Священники. А еще лучше меня священники. Это путь сектарства, ереси. И Бог сразу отверг. Но он дальше делает правильно. Не надо Богу правильно. Богу надо так, как Бог сказал. И послушание это тоже, что волшебство. Бог сказал, он не понял. Но я разве волшебник. Пойдешь к ведьме перед самой смертью. В ночь перед своей позорной смертью он пошел к ведьме. И она ему дальше стала ворожить. Вызвала Самуила и прочее. Вторая параллель по минутам 15-13. А всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть. Малый ли он или большой, мужчина или женщина. Страшное место. Израиль был поставлен перед фактом. Им открылся Бог и Его, и они обязаны его знать. Богу и Его идет служение, все обязаны быть. Три раза в год. Но я не могу, у меня какая-то причина смерти. Вот она вынесена. А если это знатный человек, смерть, не имеет значения никакого. У нас-то ведь не так. У нас добровольное дело любви. Ты не ходишь. Ну, не ходишь. Печально, жалко. Ты будешь жалеть. Ходи. Ищи Господа. Иди на собрания, где Слово Божие звучит. Об одном я просил. Давиду много было молитвов. 150 слов. Чтобы пребывать в ней в доме Господнем. И прославлять имя Господне. Он все молитвы сводил к одному. Только от детей Божих не отойди. Ты, кажется, а чему можешь научиться? Это у меня дети, они почти неверующие. Чуть-чуть, может быть, где-то есть. А я каждый день от них чему-то научаюсь. Я должен в их поступках себя увидеть. И чтобы со мной было, если бы Евангелие не встретилось. Чтобы было со мной, если бы Дух Святой не побудил покаяния в этот день. Я прикидываю и в любом случае нахожусь, что я хуже всем был бы. И сейчас-то еще неизбежно, что. Человек, который не знает Господа, это вестилище всех преступлений. Всех уголовных законов, какие существуют в мире. Почему? А дьявол получает. Знание закона Божия очищает человека, а отходит от смерти. Ты хочешь, чтобы твой ребенок не попал в тюрьму и не был приговорен к смерти? Сади ему за Библию. Я вас просил детям, давайте задали один стих научить. Ведь нет этого. С ребятишками занимаются, они так быстро все схватывают. Ну, разум свежий. Упускайте возможность день за днем. Вторая параллель поминон 25.4. Не должны быть умерщвляемы отцы за детей. И дети не должны быть умерщвляемы за отцов. Но каждый за свое преступление должен убереть. Это очень поучительное слово. Какие наши были отцы, что они нам оставили, они понесли свое. И ваши дети, если от вас ничего не было, они свое получат, конечно. Но и отвечать за них придется. Это умереть он не должен. Умереть, когда сделал преступление, кого-то убил. Ну, а когда речь идет о научении, и не учили детей. И дети сделают преступление, это по государственному закону. Родители оплачивают все повреждения, какие сделал работник. Штраф накладывается на родителей, не на детей. На их совершеннолетие. Приучайте детей к тому, что они будут во враждебной среде. Над ними будут смеяться. Вот дети отделенные баптистов, дети адвентистов. Они претерпели большие решения во времена советской власти. Но стояли на своем. Как они их могли так? Потому что занимались. А кто занимался, их сажали и сажали. Учителей этих, воспитателей. В Барнауле была одна такая, горбатенькая, маленькая, но голос на взломке. Она занималась с детьми. Васена. Думаю, никогда не посадят. Посадили ее. Потому что дети, это ставка сатаны и Бога. Здесь на них сталкивается все. Вот я и дети мои, ты должен будешь сказать, которые дал мне Господь. Это они твои. Ты не знал, что дочь или сын родится. Какой свет глаз будет у нее. Какие таланты. Бог дал. И дал, и тебе поручил его. Не для того, чтобы ты детешком радовался, целовался только. Но привел на небо. А для этого Бог дал тебе не только губы целовать, но и розгу. Не жалей розги, чтобы привести его. Ты накажешь его розгой. А дальше написано, но он не умрет. Приведи его в царство небесное. Ребенку это не нравится. А ты не смотри на это. И скажи, я спасаю тебя от смерти. Мы говорим о смерти. Он должен умереть. А ты ответь. Ребенок не должен умереть. Что если родители такие беспечные. Не должен. Я подставляю своего ребенка. И очень сильно. Иеремия 26,8. И когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему, сказать. Всему народу. Тогда схватили его священники, пророки и весь народ и сказали. Ты должен умереть. Он сказал то, что Бог ему повелел. Прямо в Писании говорит. И первые на этом священники. Но он им сказал на этом. Что если меня умертвить, и весь город будет разрушен. Иеремия 13,19. И бесславите меня перед народом моим, говорит Господь. За горстья ищи меня и запусти хлеба, умерщвляя души. Которые не должны умереть. И оставляя жизнь душам, которые не должны жить. А обманывая народ, которые слушают ложь. В духовном плане сегодня. И прославляют кого-то. Канонизируют. Кого-то отлучают. Кому надо жить, того отлучают. Все извращено. Ведь то, что сейчас прошел архиерейский собор. Вы хотя для себя знаете. Это узурпация власти. На этом соборе не должны сидеть только деды. Архиереи. Там должны быть священники. Диаконы. Чтесы. Мириане. Простой народ. И кто знает, где эта девора восстанет и что скажет. Почему-то решили, что женщина не должна быть на соборе. Может быть собрание столь великое. В первой Христовой церкви. В церкви самой жены молчали. А жены имели великую власть. Почитай, как Павел предает приветствие Акиле и Фрискиле. Андронику и Юнии. Жены были благовестницами. Была такая Мария Магдалина, которая названа апостолом для апостолов. Этого не удостоился ни один человек на земле. Ни один ангел. Женщина слабый сосуд. По уставу православной русской церкви должны собираться, допустим, в собор через 4 года. Его уже 70 лет нету. И они сейчас собираются. И зарубежные архиереи говорили, что вот как соберемся, соединимся, тогда будет собор. И опять нигде нету. Почему? Причина одна. Они боятся народа. Народ может предстать и представить им такое, что они все должны умереть. Потому что они предатели и убийцы народа своего. Они не правители народа, а кривители. Как говорит в видении в Геодосии сказал Патриарх. Так или не так, мы его на деле видим, не прямо идут по евангельской истине. Толкует о каких-то миссионерах, о правах человека, принимает какие-то решения. Это все дым. Называется дымное надмение мира. Да нам право одно только давно, умирать за Христа. Запомни это. Другого права у нас нет. Заходят в храб, это мое место. Да нам нет нигде места на земле. Нам место и воду мало. Мое место оказалось в дланях Господних, по милости Его. До конца доводи, режь свое, и ты увидишь Иоанн 19,7. Иудеи отвечали ему. Мы имеем закон. И по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим. Мне показывает закон. Вот ты сказал там на монахов. И по закону нашему ты должен быть, даже там отпущен, это то, что умереть. Закон не изменился нисколько. Закон дан один. Вести к жизни. Вести к любви. А закон, по которому убивать, такого закона нет. Есть закон, правило молитвы на созидание храма, когда строят. Но на разрушение, на закрытие храма такого нет. Есть молитвы на сочетание, когда ввенчаются. Но молитвы на разрушение нет такой молитвы. И мы должны твердо это себе иметь. Что дома, если я молюсь, ну помолись и скажи. Господи, я благодарю Тебя, что Ты мне сегодня так все устроил, что могу не пойти в храм. Нет такой молитвы. И нет такой молитвы. Благодарю тебя, Господи, мне детей надо в институт устраивать, поэтому пусть они уж как одеваются по-мирски, пусть брюки девочки надевают, пусть красятся, лишь бы только хорошее место получили тоже. Нет такой молитвы. А если отвергти всего и приведи их на небо. Такое. Вот я и дети мои, которые дал мне Господь, не сам я взял. Такого нет, чтобы на разрушение. До полности едино, как я день. И нет того, чтобы разделялись люди. Такой молитвы тоже нет. Потому что все разделение связано со смертью. Деяние 22.22. До этого слова слушаны его. А за сим подняли крик, говоря, не стрипи от земли такого, ему и жить не должно. Какое же он преступление сделал? Призвал к благовестию среди неверующего мира, среди язычников. Евреи твердо был уверен, что они избранники. А раз избранники, им нельзя ни с кем сообщаться с язычниками, то это право переходит и на небо. Бог-то еврей, он же и назвался сущим по-еврейски Егола. Если мы на небо придем, и там язычники, так мне зачем такое небо? Их так твердо наставляли в этом. И они по сегодняшний день так уверены, небо принадлежит евреям. И Павел это знал. И они слушали всю историю, когда он благовествовал. И он знал, что стоит коснуться того, что все-таки Бог умер. То есть Иисус умер за всех, а вот этого ему не простят. И он сказал, я пошлю тебя далеко к язычникам на проповедь. Они подняли книг, ты должен умереть. Это вот сегодня, когда говоришь так. Мы не знаем, кто спасется. Мы знаем, что ни церковь, ни церкви, ни спасения, я точно знаю. Меня спрашивают, а ты уверен, вот умер такой-то вузык, баптист, и он не в раю? Не знаю, мне это не открыто. А ты уверен, что он такой-то православный, канонизированный в раю? Не знаю. День Господень откроет это все. Самое-то главное то, чтобы человек был в церкви, с Богом. Это я должен проповедовать и говорить. Церковь создал Господь. Мне в церкви нет спасения. Это все Писание говорит. Я должен говорить всем сектантам и литикам. Но решать вопрос спасения решает только сам Бог. Бог силен второй мир сокровить. Вместо Авраама и братья язычников, как он и сделал, мы не знаем. Но даже сказать по Писанию это не сходится. Деяние 7.57. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои единодушно, стремились на него. Когда людям говоришь о спасении во Христе, о полной отдаче, буквально уши затыкали. То, о чем я и говорю, и Слово Божие. Оно должно проникнуть в уши, дойти до сердца и перейти на руки. Три меры руки должны вскиснуть. Почему они до этого места слушали, а дальше не стали слышать? Потому что он их обличил. Почему? Кого из пороков не гнали отцы ваши? Вы распяли Господа Иисуса Христа. Он не должен жить. Он увидел Христа на небе. Он не должен за это жить. Сегодня ведь нам то же самое говорят и священники. А зачем ты это сказал? А почему ты мне говоришь? Мы с Брежневым иногда поступаем так же. Расторгая дружбу, это фактически приговаривание к смерти. А я его знать не знаю. Вот у нас кто уехал? Даже из лагеря. По разным причинам. Одних родителей одну девочку увезли в Турцию или Таиланд. Другая заболела, отправили. Но они хотят обратно вернуться. Это люди члены нашего общества. Нас угостили, рамкой меда дали. Мы едем сейчас и на их пай уже где-то откладываем. Мы дети одного отца. Мы должны все это перенести в духовный план. Все, что нас с чем Бог наделил, мы должны откладывать всех, кто с нами имеет связь. С кем мы беседуем. Это родные, близкие, знакомые. Посмотрите, из тех, которые ваши ровесники были, вместе учились, сокурсники. Многих это уже нет. А если бы я раньше обратился, как многим я мог бы сказать, они бы не умерли. Где это наше воздыхание? В молитвах есть ли оно? А он мог быть спасенным. Но это я сам еще не знал. Но когда я знаю, и я не говорю другому. Ведь фактически мы этим самым открыли двери смерти. От нас запах живительный на жизнь должен быть. И запах живительный на смерть. На смерть, когда людям говорят, вы думаете верующие, а на самом деле никакой веры нет без Ивангелия. А живительный тот, что ты уверовал, Бог дает тебе вечную жизнь. Мы носители вести о смерти Христовой. И носители вести о жизни во Христе. Деяние 25.7. Они приносили на Павла многие тяжкие обвинения, которые не могли доказать. Апостол Павел предстоял перед судом и каждый раз маячила смерть. Ведь фактически в каждом нашем разговоре, в отношении с кем-то, где-то рядом стоит смерть. Как мы закончим разговор, придем на службу, пропустили время драгоценное, как идем к причастию. Даже к причастию, но дороже ничего нет. Выше тела Христова ничего нет. Реально на земле, реально ощутимо пощупать тело Христова можно только к причастию. И вдруг из-за того многие больные, они мало умирают. Где царствует жизнь, всегда смерть. И где смерть, там жизнь. Этого надо научиться видеть. Ни одного продукта нет, который не был бы ядовитым для человека. Для одного, а для другого он спасительный. Точно так же во всех травах. И то, что мы говорим Слово Божие, мы должны научиться его говорить так, чтобы люди почувствовали здесь и смерть, и жизнь. А это дает только Господь. Если сказал народ, что Иисус должен умереть, а вот мы бы стояли там, я так вот прикидывал. Какая наша должна была бы быть реакция? Кричать? Бесполезно. А как принимать? А еще бы знание дано было то, что в этой смерти моя жизнь. Смерть и Христа жизнь. Христос бы не умер, мы бы были и грешники. Христос не умер, не была бы пролита кровь в воскуплении рода человечества. Смотрите, какие тайны во всем скрыты. И поэтому везде добавляют, да будет воля Твоя. Если Христос должен умереть, это обязательно случится. В нашей жизни ничего не может случиться того, что не предузданно Господом. Если бы каждый Бог показал, кем ты будешь, какая твоя наша будет жизнь, что тебе дается сегодня шанс встать на правую сторону, на сторону жизни. Вводя израильский народ в обетованную землю, Господь сказал им во Второзаконии, Я предложил вам жизнь и смерть. Я предложил вам свет и тьму, благословение и проклятие. И добавляет, изберите жизнь. Зачем вам умирать? У Христа был один путь к смерти, а через смерть к воскресенье. И у нас другого пути нет. Мы не только в телесной смерти приближаемся, да не дай Бог, что нас не в духовной. Мы ежедневно должны готовиться к смерти, чтобы войти в вечное воскресенье со Христом. Аминь.